Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram чату. Ссылка в описании. В начале ролика мы видим, что Таня была в душе. По крайней мере, волосы, голова у нее мокрая. И есть надежда, что она не просто намочила голову, а действительно была в душе. И почему она именно так выглядит? Потому как ее переполняет радость. Радость от того, что дети стали сами стирать. Мол, есть теперь сушильная машина, дети теперь сами стирают и сушат свои вещи, и все корзины пустые, и так далее, и тому подобное. Единственное, Саша стирает все белье общее. И прямо вот, когда Таня нам рассказывала про это, мы видим, как Саша забирается на край ванной и кладет вещи в сушильную машину. Хочу сказать, что это очень опасно вот так вот стоять, конечно. Но Таня, мама, ей, конечно, виднее, опасно это или нет. В этот раз, во-вторых, Саша прямо вот перед ней стоял, и Таня даже замечания ему не сделала. Ну, наверное, нам кажется, что это очень опасно. Но на самом деле нормально вот так вот лазить по таким вот, будем так говорить, неустойчивым и скользким поверхностям. Таня счастлива, что, мол, теперь пустые корзины, и каждый ребенок теперь хочет свою собственную корзину для белья, что туда складывать свое белье и самостоятельно стирать и сушить. Правильно заметили в Телеграм-чате. Все это от того, что у них кончаются уже вещи у детей. Уже даже нижнего белья, возможно, у детей чистого нет. Вот и приходится от безысходности самим стирать свои вещи. Понятное дело, что правило один за всех и все за одного или вместе мы сила, как Таня в очередной раз в этом ролике повторила, тут не действует. Почему? Потому как, если бы на самом деле вместе мы сила работала, то, конечно же, дети стирали бы все белье и не разграничивали бы белье по корзинкам. Единственное, Саша вот этим пока еще занимается. Но я думаю, скоро ему это все надоест. И, конечно, он тоже будет стирать только свое белье. Но Таня сказала, что она тоже будет стирать. Она будет стирать свое белье, белье Бори Старшего и детское, самых маленьких детей. Максимки и Бори Маленького. Все, все остальные дети стирают себе все сами. Правильно, Таня спит, у детей заканчивается все вплоть до нижнего белья, и дети стирают. Вот так. А со стороны выглядит, ой, какие хорошие дети, какие хорошие взаимоотношения, и какая прекрасная мать. Ага. Все от безысходности в этой семье. Не более того, если бы были нормальные отношения, если бы Таня нормально относилась бы к своим обязанностям, и стирала бы вещи, и готовила бы, и убирала бы дом, то, конечно же, дети почувствовали бы детство. А так они очень ровно повзрослели, и все стараниями Тани. Обычно родители хотят, чтобы дети жили лучше, чем они сами, чтобы у них детство было лучше, чем у этих самых родителей. Но, видите как, в семье Бровченко все иначе. У Тани не было нормального детства, и она решила, почему это у детей мои должно быть нормальное детство. У них вообще детства не будет, подумала Таня, и решила досыпать. Все время, пока вот дети маленькие. Это вообще уникальная семья. Я просто в шоке от тех людей, которые поддерживают их, и шлют им какие-то донаты, и посылки. Я не понимаю, что с этими людьми не так, и что у этих людей в головах. Но неужели они не видят реальной картины происходящего? Выбираются они в город. И Таня, говорит, надену мое платье, и, конечно, под платье надену кроссовки. Ну вот беда. Одна пара кроссовок, которые вот Таня как-то неудачно постирала мышетки, они сели, пришлось, ну, выкинуть. И поэтому Таня взамен этой пары купит себе новую пару кроссовок. Ну, нормально так. И у нее в любом случае останется две пары новых кроссовок. Правильно? Правильно. А я посмотрела на ту обувь, которая была на детях, вот когда они были в МФЦ, то на эту обувь без слез не взглянешь. Во-первых, она не по размеру, она гораздо больше, чем ноги детей. И я сейчас говорю конкретно про Сашу и про Борю Маленького. Но, во-вторых, такая стоптанная, такого ужасного вида обувь, как будто бы действительно по наследству осталась от старших братьев, эта обувь перешла к этим детям. Ну, или Таня с какой-нибудь благоярмарки все это дело принесла. Вообще, это еще хуже вариант. Потому как вообще неизвестно, кто она села обувь до того как. Садобно себя Таня денег не жалеет. Ну, и времени тоже. Почему? Потому как придет западить в магазин, потратить время. Ну, и, понятно, делать деньги, когда она будет покупать себе новую обувь. Мэйн-Куна уже Боря не особо хочет заводить, потому как полууличная будет кошка. Мол, она будет ходить по траве, и репейники будут в шерсти. Но Боровченко не готова ухаживать за этой самой кошкой. Поэтому, вроде как, от приобретения Мэйн-Куна они отказались. Но, в любом случае, какую-то, но заведут они себе кошечку. Как Таня сказал, это отдушина. Мол, Таня себе заведет щеночка, боксерчика, а Боря себе заведет какую-то породистую кошечку. И это будет отдушина. Почему? Потому как хобби у Боровченко нет. Думаю, нормально так. Им только вот хобби осталось завести. Ну, и лежимость. Они за детьми своими не могут смотреть. Они за домом не могут смотреть. Они огород не заводят, потому как понимают прекрасно, что они не смогут за ним нормально ухаживать. Уже был опыт, да, уже был прецедент. Они не могут даже вот точно определиться, какие именно плодовые деревья у них будут, где у них сад будет разбить. То Таня говорит, что по периметру их участка под забором будет у них сад. Фруктовые деревья какие-то пытаются нам доказать, что они там посадят. То Таня говорит, там у них будет кукуруза расти. Опять же, по периметру участка вдоль забора. Так что не знаю я, как они будут ухаживать за этими животными. Но Таня уже всё распланировала наперёд. Говорит, я, мол, буду платить детям пару тысяч в месяц. Думаю, нормально, так значит, карманная она им даёт 500, если я не ошибаюсь, рублей. А так вот, чтобы ухаживали за щенком её, пару тысяч в месяц это нормально. А Тане не жалко. Мол, будут дети убирать результаты жизнедеятельности за щенком по всему дому. А Таня им за это будет платить. А Таня что будет? Таня только будет его обнимать, целовать этого щенка. Ну и, в принципе, всё. Спать этот щенок, насколько я поняла, только первое время будет в комнате Тани. А всё остальное время он будет проводить в будке. Эта будка уникальные свойства она имеет. Боря её построит. Значит, она будет тёплой зимой и прохладной летом. О, как! Таня говорит, когда мы будем куда-нибудь уезжать. Мол, этот щенок будет жить в будке. Нормально так думаю. А куда вы собираетесь уезжать? Так, чтобы всем семейством и так, чтобы надолго. Я очень надеюсь на то, что речь идёт только о поездках в магазин, ну или в город по делам. Всё. А я надеюсь очень на то, что это не будет поездка на сутки, на двое куда-нибудь, там в гости кому-нибудь, ну мало ли что, да? Или в какое-нибудь очередное путешествие без щенка вы решите уехать, ну или без уже взрослой собаки. Я просто в шоке от хода мыслей Тани. То они вольер собирались строить, уже от вольера они отказались, только вот будка будет. Ну что ж, посмотрим. У бровщинка пока нет ни кошечки, ни собачки, но мне уже заранее жаль и кошечку, и собачку. Ну, кстати говоря, планируют они ежегодные поездки какие-то. К примеру, по Алтаю хотят очень поездить. И если заводить кошку-собаку, то вот именно сейчас. Почему? Потому как за зиму хотят приучить животных кататься в своей машине. Ну, о машине мы поговорим чуть позже. И я так понимаю, что всё-таки собираются они брать животных с собой в какие-то поездки. Но опять же, все мы помним судьбу и риски. Ну, а про судьбу принца я уже молчу. Очень надеюсь на то, что если вдруг они всё-таки куда-нибудь поедут с животными, то животные вернутся в том самом количестве, с которым они уезжали из дому. Не будет минус один, минус два, ну или минус три. Почему я так говорю? Потому как они собираются мурку брать, потенциальную кошечку и потенциальную собачку ещё плюс. Ну, вообще меня поразило то, что Бровченко заявили, в основном Таня, конечно, болтала, говорит, мы живём ради детей и работы. Интересно, как же вы живёте ради работы, если вы вообще не работаете? Или вот эта вот твоя двусменная какая-то работа, это действительно ты считаешь работой у компьютера? Главное красиво назвать. Вот Таня говорит, я утром первую смену отрабатываю у компьютера на монтаже видео, и вторую смену я работаю тоже, когда вечером сажусь за компьютер. Ну, не знаю. Но ради детей вряд ли они живут. Скорее всего, они живут ради пособий. Да, это да. И детей они рожают ради пособий. Но так, чтобы они жили ради детей, они детей обеспечивали бы всем и предоставили бы детям нормальное образование и дали бы им нормальное детство. Нет, этого, конечно, у Бровченко нет. А ещё Таня нам поведала, что она за домом следит. Думаю, когда эта Таня успела последить за домом? По-моему, Таня вообще ничего не делает по дому. И вспомнила Таня о том, что вот когда-то, когда она жила в квартире, боксёр у неё тоже был в её молодости, и, мол, он такое вытворял в квартире. Я так понимаю, он и обувь грыз, и вообще как-то вот вёл себя не очень хорошо, по мнению Тани. Ну, и Боря говорит, ну, смотри, Таня, мол, если этот боксёр мне залезет по дому и погрызёт мне там все шланги, как-то вот так вот Боря сказал, Боря-старший. Ну да, действительно, щенок – это второй ребёнок. Ну почему второй? В случае Бровченко – седьмой ребёнок, да? Да и кошечка тоже очередной ребёнок. И надо воспитывать, надо уделять внимание воспитанию этого щенка или этой кошечки. Но Бровченко детей своих особо-то и не воспитывают. О чём это я, чтобы они кошечку воспитывали или собачку? Если собака что-то там сделает с этими самыми шлангами, ну или проводами, или ещё чем-нибудь, будет виновата собака, по мнению Боря. Но никак не сам Боря, нет-нет. Бровченко сами виноваты никогда не будут. Животные будут виноваты. Безвинные животные будут виноваты. И я могу себе представить, как Бровченко их будут наказывать. Страшно вообще всё. Ну а для того, чтобы заработать на этих животных, Боря будет брать рекламу и зарабатывать этой самой рекламы на животных. Ну что ж, посмотрим. Таня говорит, очень много рекламодателей сейчас вот хотят с Бровченко сотрудничать. И много там рекламы накопилось. Посмотрим, посмотрим, сколько там рекламы на самом деле. И как Боря нам будет это всё презентовать. И вообще очень хочется верить в то, что всё-таки не хватит денег этих самых рекламных на приобретение кошечки и собачек. Поэтому как живность очень жаль. Очень жаль будет, если они попадут в руки Бровченко. Там бедная Тамурка выживает, как мужик. Ну а ещё кошечка и собачка, это вообще не знаю, в принципе, как эта светлая мысль пришла в голову Бровченко взять себе ещё животных. Ну вот Бровченко сели в свою булочку и переехали в МФЦ. И Саша подумал, позаботился о Боре маленьком и о Максимке. Ну и о себе, понятное дело. И понабирал всяких расстрасток и каких-то журналов с головоломками. И вот дети сидят там за столами в этом самом МФЦ и занимаются. Думаю, вот так должно выглядеть рабочее место ребёнка, ученика. Но в случае Бровченко нет таких вот мест. Так, чтобы ребёнок сел спокойно за стол, разложил бы свои тетради, какие-то там ручки, карандаши и стал бы заниматься. У Бровченко нет такого. Если и есть, то какая-то куцая парта или какой-то абсолютно куцый стол письменный и всё. И нет такого, что вот ты тут сидишь за этим столом, следующий ребёнок за своим столом. Нет, у них один стол на всех. Таня так и сказала, когда кто-то из них будет заниматься, все остальные выйдут из комнаты. Очень удобно, подумала я. И, кстати говоря, почему не Таня с Борей старшим подумали о том, чем занять детей? Почему не они набрали эти самые раскраски и головоломки? Почему Саша об этом должен заботиться? Это, конечно, я тоже не могу понять. Таня решила установить себе функцию автодозвона с тем, чтобы узнать, что у них там с льготами. Ну да, помнится мне она говорила о том, что она будет донимать врача одного, другого, третьего, пока он не найдёт у неё все те болезни, которые Таня сама себе придумала. А теперь вот работники следующей организации в АПАРе в поле зрения Тани. И Таня теперь вот узнала, что такое автодозвон, спасибо её зрительнице какой-то. И теперь вот всё, держитесь, все сотрудники всех организаций. Вам Бровченко идут. Если они лично придут, то они будут вам звонить, звонить, звоните, звоните, пока вы трубку не возьмёте. Они узнали, что такое автодозвон есть. Ура! Таня, вы видели, какая она счастливая. И вот уже вечер, достаточно темно уже на улице. И Таня говорит, мы уже сейчас в кафе поедем. Старшие дети домой едут. Вот сами, думаю, нормально так. Ночь практически. Ну, не ночь, но поздний вечер. Но тем не менее темно. Но потом Таня сказала, что, мол, старшие дети сами поедут домой. Мол, мы их высадили там на остановке, и они сами, мол, доедут. Ну, хотя бы старших детей отправила. Я уже думала, что младшие сами доберутся до дома. Но нет. Младшие с ними. И вот решили они заехать ещё и в кафе поесть, попить. Таня сказала, ей хочется супчика. Думаю, ну, неужели дома она не может тот самый супчик приготовить? Может ведь. Просто лень. Лень матушка раньше у неё родилась. И ещё, плюс ко всему, Боря проехал это кафе самое. В общем, решили есть в машине. Таня говорит, мы столько с собой всего понабирали, так что надо всё это дело съесть. Думаю, ну, неужели вы это собирались всё в кафе достать? Так как в прошлый раз вы там огурчики доставали, вы там голени доставали, вы там ещё что-то там доставали. Но неужели в этот раз вы тоже решили с собой всё достать? Там только супчик заказать, ну, к примеру, да, там или какое-то пюре и всё. Всё остальное своё. Но хорошо, что проехали общепит и решили поесть в машине. Кстати говоря, кто и что ел, особо там Таня не показала. Единственное, что сказал, что у нас есть всё и даже чуть больше. И вот они ещё хотят заехать в Леруа, хотят заехать в Ленту, но беда, машина поломалась, что-то там то ли с аккумулятором, то ли ещё с чем-то. В общем, Боря пошёл разбираться, что к чему. У него есть запасные ремни генератора, запасной аккумулятор у него есть. С горем пополам кое-как починили. Пришлось даже толкать машину. И Тане тоже, представляете? То есть двое маленьких детей толкали машину и Тане. Ну, а Боря, как мог, тоже толкал, потом сел за руль. Первый раз не получилось завести машину. В общем, со второй попытки вроде бы получилось. В общем, два раза пришлось Тане это всё дело толкать. И Таня говорит, они уже толкали. И снова будут толкать. И это вот Таня сказала тогда, когда они в первый раз стали толкать машину. Я думаю, ну, в прошлый раз, когда вот они выезжали в город, Таня не толкала, нет, толкали дети. А Таня сидела в машине, да. И Таня в очередной раз повторила, вместе мы сила. Конечно, Таня, главное красиво поклониться. Вместе мы сила, ага. Ну, и в итоге они где-то около часа, может быть, двух провозились с этой машиной. Но, слава богу, всё хорошо. Слава богу, машина вроде бы завелась. Они поехали домой. Уже в Леруа не заехали, уже не заехали. Куда они там хотели, в Ленту. Сразу, мол, едут домой. Ну, и, конечно, разговор о том, что нужна новая машина. Что, конечно, и бог им даёт какие-то такие вот посылы. Мол, покупайте новую машину, они хотят её в рассрочку. Купить не в кредит, а в рассрочку. Ну, наверное, есть и такое дело. А ещё на что я обратила внимание. Номера. Всё ещё 38-й регион на номерах указан. То есть, Боря не перерегистрировал свою машину в Новосибирске. 38-й регион – это Иркутск. Странно, неужели по законам России не надо регистрировать машину при переезде на новое место жительства? Вроде бы должно быть такое, что надо перерегистрировать. Но, опять же, я могу ошибаться, возможно, я не права. Возможно, можно и так делать, как делают Бровченко. Кстати говоря, напишите в комментариях, надо менять номера, надо регистрировать свою машину по месту жительства или можно оставить другой регион проживать вот тут, где я не проживаю. Ну, вот таким получился у меня обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!